ну что привет всем сегодня 7 января 2019 год и через три дня то есть четверг и 10 января мы обращаемся со видно с вьетнамом улетаем обратно домой в австралию в мельбурн а сегодня сейчас я хочу показать вам наше жилье второе где мы жили во вьетнаме первое было в ханое о нем уже есть подробный рассказ а сейчас я покажу вам то что в хайфонге хайфонг это промышленный город примерно двухмиллионник и это часа два от ханое в сторону бухты холонг ну что поехали итак это наши двуспальные апартаменты сразу хочу сказать что мы уже в режиме чемоданов поэтому она выглядит не совсем так уютно комфортно как она выглядела до этого потому что мы уже собираем вещи и это наша большая прихожая по вьетнамским меркам большая и это наша большая кухня по сравнению с предыдущей квартирой у нас реально настоящая кухня обособленная с большим количеством шкафов есть все холодильник микроволновка стерлянная машинка духовка плита чайник вода конечно же у нас из бутылок потому что из-под крана здесь пить нельзя вот так немножко аскетично потому что я уже все упаковываю в квартире предоставлена все посуда все необходимое не совсем в большом количестве но как показала практика вполне хватает чтобы жить и слава богу скарб не накапливается но это вот уже наши полочки которые пустеют мы доедаем продукты самая заветная полочка это в этом шкафчике это мои крупы у меня здесь большой запас овсянки крупные овсянки мелкой гречка манка здесь микс из пяти всяких зерен здесь пшенка там у меня всякие ясные солнышки здесь там вот если дальше увидеть мои запасов хватит где-то еще на несколько месяцев вот а здесь эти полочки уже пустеют кухня очень удобно нам очень нравится единственно чего не хватает хотелось бы но еще бы чтобы была зона например где можно было бы сесть за стол и позавтракать и попить чаю а не ходить это в гостиную но в таких вот условиях вполне очень даже комфортно все нравится и это наш большой коридор здесь у нас тоже хозяйственная часть из гардеробные шкафчики с обувью вот все можно хранить здесь обувь дальше этот большой коридор ведет на балкон покажу попозже это моя новогодняя елка импровизации импровизация а это наша гостиная совмещенная со столовой если может так сказать да дайнинг вон так ливенькая дайнинг вот все необходимое все так минималистично но очень комфортно эта квартира вот нам очень нравилось в австралии мы жили в трехбэдрумном таунхаусе двухэтажном и вот если честно я бы предпочла все-таки такой вот минималистичный вариант с квартирой две спальни большая гостиная дайнинг рум хорошая кухня может быть сюда бы еще побольше добавила балкон где можно было бы посидеть да вот а в общем и целом очень даже все комфортно телевизор есть здесь у нас детские игрушки это никитина вотчина вот здесь он играет это все его шкафчики вот диванчик все квартиры стандартные во всех квартирах здесь одинаковая картина одинаковая мебель глобус который я все непременно отвезу с собой в австралию он мне очень нравится и это моя рабочая зона здесь никитины школьные всякие учебники и рисовалки а вот здесь я пишу наш блог до единственно сейчас стол немножко завален потому что я опять же подчеркиваю разгребаю все шкафы и начинаю все это упаковывать чемоданы ну а это у нас виды из окна прям шепчут красотой это хайфонг индустриальный город это жилой комплекс называется самарсет это вторая tower мы живем в tower и это tower by башня by у нас внизу есть бассейн все покажу поподробнее на вот там супермаркет продуктовый с магазинчиками здесь вот внизу вот это вот это все это бизнес-центр он довольно таки большой вот сожалению видно его на крышу не очень презентабельны это все вот наши видите соседи на периодически жгут свой мусор у нас тут вчера вот буквально дымаган был вот это вот вот это вот бизнес-центр большой парковкой ну пошли дальше так выглядит наша гостиная да у нас здесь кондиционеры есть потому что лето очень жарко очень жарко так здесь первая ванная комната там есть вторая и это большая спальня комната спальня с двумя одеялами потому что сейчас прохладно довольно таки и мы спим вот тут по двумя делами с никиткой детскую кроватку мы покупать не стали потому что проект у нас здесь временной наше пребывание здесь временное смысла не было поэтому детка у нас тут вот так с нами обитает опять же есть телевизор но мы им не пользуемся здесь были полки забитые детскими книжками мы их уже в австралию отправили вот все удобно место достаточно комфортное постельное белье на меняет раз в неделю сами мы не заморачиваемся этим все предоставлено подушки одеяла все ничего не надо так здесь гардеробная здесь наша с никитой вотчина это мои шкафчики это никитиной шкафчики и частично теме у темины в другой комнате большой гардероб поэтому здесь он чисто такой casual у него был и это у нас ванная комната она никитина на здесь у нас плескается плещица никита здесь есть опять же туалет халатики есть полотенце все предоставляется самар с этом все полотенце у нас только что конечно же была уборщица нас три раза на неделю уборка это сервис то есть тут все предоставляет это никитина все все удобно все вот такая большая ванная вот идем дальше у нас есть еще вторая спальная комната прошу прощения за хаос я подчеркиваю я уже пакуюсь чемоданы вот здесь у нас старая спальня здесь у нас спит папа или я в зависимости того кто устал кто по очереди но больше папа чтобы ему отдохнуть тема то есть это и вот его гардеробные шкафы вся офисная одежда спортивно все здесь вот мы чуть-чуть сдвинули кровать к окну чтобы здесь была площадь больше туда той той кроватью мы не пользуемся только вот это я сейчас убрала одеяло потому что здесь покои вещи одежду утюги и все предоставляется вот мы уже видите раз два три 4 5 6 чемоданов одна коробка одна сумка еще ручная кладь будет глобус глобус я увезла мне очень нравится вот и это наша вторая ахта давайте сходим на балкон посмотрим компактно но вместительно по сравнению с ханойской квартиры у нас место конечно же больше это наши соседи там корейцы живут семья молодая кстати в хай фонге корейцев очень много там даже школа где учился никита там именно большой процент учеников был именно скорее здесь у них всякие lg samsung и я не знаю что вот они здесь работают это наш вот бизнес-центр соседней вот здесь вот мы выходим вот видите крышу здесь мы выходим из саммерсета и вот по этой улочке туда налево идем супермаркет за продуктами супермаркет большой в принципе достаточно но это соседние вот это чистый настоящий вот вьетнам во всей своей красе вот эти узенькие домики вот эти улочки вот эти вот простите мусорки вокруг домов это типичный абсолютно типичный вьетнам который даже в мегаполисе остается вот такой со своей изюминкой вот город большой город очень шумный никогда не спит здесь вот как-то так вот это кстати комната вот эта спальня здесь очень плохая шумоизоляция здесь ночью постоянно стоит какие-то паровозы ездят поезда собаки лают то есть тут без берушей спать практически невозможно поэтому мы если что кучкуемся в той комнате в той спальне там шумоизоляция лучше ну это вот наша вторая ванная комната это наша с темой здесь она нам как-то удобнее прочь просторная душевая кабинка все полотенце все предоставляется все даже весы вон были но мы свои купили весы вот те там старенькие а мы вот свои купили вот отлично полотенце меняется три раза на неделю все очень даже удобно вот так мы и живем сколько стоит проживание вот в такой квартире хай фонге я вам отвечаю 3200 долларов австралийских в месяц все включено даже предоставляют две бутыли воды в месяц бесплатно все что остальное выше заказываем и за 45 тысяч донгов вот мы мы водой пользуемся электричество включено интернет включен то есть пользование водой тоже вот душевые все это все включено уборка включена цены нереальные три тысячи 200 долларов австралийских в месяц мы даже в порт мельбурне дорогом платили за нашу квартиру двухбудрумную меньше чем мы сейчас платим во вьетнаме вот то сказал что вьетнам дешевый вот не знаю ребятки может быть он туристические экзотические на скутерах дешевый вот но чтобы жить здесь на не так то все просто вот но это все оплачивает нам компания наш работодатель теперь уже бывшие мы с ним прощаемся наш контракт подходит концу вот и 10 числа мы уезжаем вот а наш водитель который тоже у нас был от компании вот такой подарок нам подарил картина вьетнам сделанная из риса не знаю как повезем она весит килограмма три наверно так что вот так ах я вас хотел еще на балкон сводить точно давайте сходим на балкон потому что там у нас еще есть плюшки покажу вот это балкон внизу бассейн сверху выглядит не очень приглядно на самом деле все очень чистенько и аккуратненько но сейчас зима и там довольно таки холодно летом можно купаться и это образно говоря центральная улица ну и вот там озеро там куда тема где тема бегает там по утрам там же рядом есть лошадки где никита катался вот ну и типичные вьетнамские домики застройки жилье вот и сумка мне прекращаются гул который не затихает а школа никитина вот в том направлении минут 15 на машине отсюда ехать вот в те края туда вот как-то так 15 минут от дома от самарсета находится аэропорт хай фонга 45 минут через новый мост можно доехать до бухты холонг очень красивое место занесенной список юнеско есть несколько парков аттракционов развлекательный для детей здесь у нас вот под бассейном вот здесь шоппинг-центр бестолковый но как говорится от безделия в жару чисто повродить можно когда вот ну совсем делать нечего а в хай фонге если честно делать нечего вот только работать если вот как-то так пока пока а мы через три дня уезжаем домой в австралию